Вся уходящая неделя была в пещере праздничной. То инаугурировали богоподобную крысу, то маршировали перед ней 9 мая, обещая западному миру великое возмездие и собирая десятки тысяч организмов для похода на Харьков. Но были и пропущены от ВСУ. В основном это были удары по НПЗ и Белгороду, который уже обласкан ведьмами войны. В ночь на пятницу вторично с середины марта прилетело по Калужскому НПЗ. Загорелся основной комплекс по переработке товарной нефти и газоконденсата, крупнейшее в России предприятие по переработке нефти, номинальная мощность которого составляет 1,2 миллиона тонн в год. Но мстительный Кремль отмечал и успехи своей гибридной деятельности. По всему миру набирает силу пропалестинский протест, поощряемый Москвой и Тегераном. То в университетах США, то в студенческих кампусах Европы с завидной регулярностью возбуждается молодежь, подогреваемая теневыми пропагандистами, бросающими в неокрепшие умы зерна антисемитизма. Даже администрация Байдена пригрозила прервать поставку оружия, если армия Израиля войдет в рафах. Доморощенная хомосятинка не обошла стороной даже безобидный конкурс Евровидения в Швеции, атаковав полицейские машины, сопровождающие конкурсантку-представительницу Израиля. И это первая часть кремлевского балета, который будет только развиваться с каждым днем. Ведь впереди в Европе большие события. Чемпионат мира по хоккею, чемпионат Европы по футболу и, наконец, олимпийские игры во Франции. Макрон предлагает заключить на период Олимпиады примирение, заморозив все конфликты. Но Израиль не остановится, пока не уничтожит Хамас, а Путин тем более. Его цель – захват всей Украины, а война и смерть гарантируют ему власть и жизнь. Так что на Олимпиаде будут бушевать не только спортивные страсти, но и крысиные способности гадить человечеству проявятся в полный рост. Диверсии и вылазки террористов должны держать противников Кремля в напряжении. Ближайшая задача Кремля – взять максимальное количество территорий, пока не подоспела американская помощь. Ядерные понты, раскидываемые веером с парадной трибуны и похмельных страниц медведимки, призваны напугать Запад в деле поддержки Украины. В Кремле боятся, что коллективный Запад решится на создание проукраинской антипутинской коалиции, минуя НАТО. Потому что одно дело верещать о гибридной войне с ненавистным альянсом, а совсем другое – попасть под реальную раздачу от Запада, который больше, сильнее и обладает более современными видами вооружений. Визит Си Цзиньпина во Францию, его встреча с Урсулой фон дер Ляйен и Макроном взволновали Путина. Еще больше настораживает подписание Китаем и Сербии соглашения о строительстве единого будущего в обход Москвы, которая еще вчера была основным партнером Белграда и которую сегодня Пекин буквально размазывает по политическому борту. К примеру, товарищ Си поклялся Макрону не продавать России оружие. А еще Китай значительно поднял пошлины для России. Тем не менее, забив на обиды, Путин намерен метнуться в Пекин и буквально умолять пандочку не бросать плешивую обезьянку на полпути. Но судя по последним европейским похождениям пандочки, кремлевскую крысятинку примут тепло и ласково, а потом окажется, что это была всего лишь хорошо надушенная пушистая задница. Пока же Путин занят перетасовкой верховных рыл зверофермы. Переназначил Мишустина на пост главы правительства. Шерстяные эксперты прочат на должность вице-премьера Патрушева-младшего, что качественно усилит влияние этого ФСБшного клана. Но все ждут, что же будет с Шойгу. В парадигме грядущей смены элит со старых зажравшихся на молодых голодных и готовых на любые зверства на скотобазе, было бы логичным свалить все неудачи именно на таежного оленевода и его окружение, после чего с новыми завываниями ломануться в Украину, рыча и пугая западные кулички. Пока что это истошные показательные проверки готовности нестратегических ядерных сил к их возможному использованию совместно с сателлитом России Белоруссию и удары по Украине баллистическими ракетами с юга и севера одновременно. Путину нужен максимальный успех в период, пока Украина обессилена и он торопится. Глава Минобороны Германии Пистариус заявил, что ФРГ закупит у США три реактивные системы залпового огня «Хаймарс» и передаст их Киеву. Перед встречей с главой Пентагона Остином Пистариус посетил оборонную компанию, производящую «Патриот» и «Стингер», а также ракеты разных классов и типов, и договорился о возможном сокращении сроков поставок военной продукции. А глава МИДа Литвы Ландсбергис не исключил отправки литовских военных специалистов в Украину, как только она об этом попросит. Европа стоит на низком старте, готовясь отразить любую атаку России, гибридную или неприкрытую. Схематозников прижали в вопросе использования технологий Starlink. США заблокировали незаконное использование армии РФ спутниковых терминалов Starlink. О решении этой проблемы сообщил замминистра обороны США по вопросам космоса Джон Пламп. Начинается сезон окончательных разборок с пещерой. Ловушки и капканы расставлены, осталось только заставить крысу совершить акт отчаяния, после которого ей не жить. Субтитры создавал DimaTorzok